Ну, во-первых, у нас, можно сказать, достаточно развитая инфраструктура. То есть не всегда можно куда-то доехать, не всегда можно где-то остановиться, найти место, где переночевать. Но это не главное, я считаю. То есть, пока я не то, на что я могу влиять, как блогер. На что я могу влиять, это не структурированная информация в интернете. Я взял, посмотрел два сайта. Здесь вот слева это сайт Пермин, который рассказывает о туризме в своем регионе. И справа это сайт Угайо, который, ну, самый захудалый штат в Штатах, наверное, который очень красочный, яркий и отвечает на простые и понятные вопросы. А какие главные вопросы, которые возникают у путешественника? Это что смотреть, в том месте, куда он едет, чем заняться, что поесть и где переночевать. Соответственно, вот на эти вопросы наш сайт и дает ответ. То есть можно будет очень легко зайти и все это найти. У нас будет раппликатор достаточно подробный. Можно будет... Давайте я расскажу, как главная страница выглядит, начало. Главная страница выглядит достаточно просто, спокойно, лаконично. В ней есть два поиска. Можно искать либо по... Ну, как в Яндексе словами. И там очень сложная логика зашита, но очень просто искать. То есть вы набираете любую фразу и найдете именно то, что вам нужно. Либо вы можете искать по карте. На карте есть четыре кнопки, которые можно нажимать. Если вы их нажимаете, вам сначала открывается небольшой рубрикатор. И он есть гораздо более подробный, когда вы заходите в каждую из отдельно взятых. Соответственно, у вас на карте, я выбрал дубну, потому что я сам из дубны, сразу открываются те объекты, которые уже есть в Смородине. А если объектов много, то они скрываются, вот там, видите, здесь вот четырнадцать объектов. Можно подскроллить карту, соответственно, эти объекты разъезжаются и появляются более детали. Вы можете уже щелкать на какой-то из них. Когда вы щелкаете, у вас первым делом вылезает такая небольшая подсказка. То есть там фотография, описание объекта и его географические координаты. Дальше, если он вас заинтересовал, вы переходите на страницу объекта. Значит, на странице объекта у нас есть фотографии. Можно добавлять любое количество фотографий. Фотографии можно лайкать, и первые три фотографии, которые с самого первого по рейдингу, вылезают на главную страницу. Есть небольшое описание и есть пункт, как добраться. Соответственно, сразу видно, в какие категории попадает тот или иной объект. И здесь этот памятник тоже можно лайкать. Что вот так получается? Для чего вообще-то все это сделано? Мы хотим, чтобы в каждом городе, даже в самом небольшом, там, Танезиак, Тадайпо, любой город, возьмите Россию, люди наполняли и писали достопримечательность своего города, начинали их лайкать, и таким образом у нас получится в топ-10 вещей в каждом городе, которые нужно посмотреть в первую очередь. Мне кажется, это безумно удобно для путешественников, когда вы собираетесь поехать по России, в незнакомый город, вы просто заходите и сразу смотрите. О, вот интересная штука, вот интересная штука, вот интересная штука. И планируете свой маршрут. Добавление объекта происходит очень просто. Просто нажимаете кнопку «Добавить объекта», выбираете категорию, выбираете на карте, где он находится, либо адрес вписываете и пишите короткое описание. Все, объект появляется в Сморолике. На главной странице внизу у нас есть хроника. То есть вы можете зайти и посмотреть, какие объекты были добавлены недавно и в какие даты. Причем в этой хронике вы можете оцентрировать. Допустим, вас интересуют только объекты по Дубне или только объекты по какому-то Московскому региону, по Перелеву. Вы можете, соответственно, оцентрировать и посмотреть, что было добавлено недавно. У нас будет рейтинг, рейтинг пользователей. Пока что в системе чуть больше 100 пользователей. Это мы, разработчики и наши друзья, кого просили тестировать, потому что мы официально еще на сайте нигде не объявляли. Соответственно, есть различные рейтинги. Будем в дальнейшем, мы планируем самых активных пользователей каким-то образом награждать. Вместе с партнерами это могут быть и поездки, и призы, и что угодно. Плюс мы планируем в дальнейшем сделать рейтинг в виде смородилового сада. То есть у каждого посетителя, у каждого записированного пользователя будет свой смородилый пуст, который будет отрисован. И люди смогут растить, он будет расти по четырех направлениям, люди смогут растить и сравнивать свои пусты. Также мы планируем устраивать битву городов, когда мы берем два города, которые недалеко друг от друга находятся, и заходим на местные форумы и говорим, ребята, давайте, кто быстрее наполнит свой город по смородине, тот город, соответственно, что-то получает. Например, мы приедем и автобусную остановку поставим или еще что-то. Мы это можем делать совместно с Йоплисом, допустим. Как выглядит личный кабинет? Личный кабинет выглядит так. Так, тут есть вся информация о вашей деятельности. Любой человек может зайти и посмотреть, какие последние объекты вы добавляли, какие объекты вы детактировали. Полностью всю историю. Кроме объектов, в России, кроме замечательности, в России происходит очень много событий. И вот такой глобальной афиши событий России пока что нет. Мы, соответственно, хотим точно так же на своем сайте собрать все события, все фестивали, все праздники, которые происходят в наших регионах. Поэтому отдельная отклада событий. Ну, точно так же события добавляют очень легко. То есть, если вы там организовываете какой-то фестиваль, можете спокойно зайти на смородину, отмейте его, и он сразу появится у нас. Немножко про будущее. Что нас ждет, что мы еще не сделали. То, что мы сейчас предоставляем, это первая версия рабочая, в которой есть основные инструменты, которые мы считаем для нас важны. Но в ближайшее время появятся планировщики путешествий. Также появится мобильное приложение у Смородина, что для нас мы считаем самое важное. Потому что мы собираемся империроваться с Foursquare, но только по России. То есть, это будет уже это мобильное приложение, он будет в какую-то спримечательность, сфотографировал ее, нажал кнопку «Отправить», может быть, тут сталкивает короткое описание, и тут же этот объект показался на сайте Смородина. Мы ждем, как только мы сделали мобильное приложение, мы ждем очень большое увеличение посещений. Если мы говорим про цифры, то мы ждем, что через полгода на сайте посещаемость будет от 100 до 150 тысяч человек в день. Как только мы сделаем мобильное приложение, мы рассчитываем, что будет как минимум миллион скачиваний, в зависимости от нас появится миллион пользователей. Но если быть оптимистами, то и цифры в 300-400 тысяч у нас тоже устроят. У вас были предшественники, там тот же автотревел, но у них, они в каком-то моменте развития застопрались, и сейчас явно видно, что новых объектов почти не добавляется, и люди не то что потеряли интерес, но как вот развитие, которое организаторы этого проекта планировали, оно оказалось не таким ботным. А как вы планируете привлекать людей к Смородине? Чем поддерживать интерес? Я сам много путешествую, мне этот инструмент нужен самому, то есть я его создавал по большому счету под себя для того, чтобы самому путешествовал, чтобы самому было удобно путешествовать по России. И мы в любом случае будем его подвигать, и я думаю, что этот инструмент, как только станет с большой посещаемостью, он станет сильно интересен различным большим компаниям, которые мы будем привлекать для того, чтобы развивать проект, что я имею в виду. Допустим, мы берем 10 самых активных человек в каком-то регионе, и за счет партнеров вывозим их в соседние регионы для того, чтобы они описали соседний регион на Смородине. Так как таким образом в том числе будем привлекать аудиторию. Но я понимаю, что у многих есть сейчас какое-то недоверие. Ну да, сейчас я вложу свое время, нанесу 5 объектов, а через полгода они закроются, и мое время потрачено зря. Нет, ребята, мы пришли серьезно надолго. Это как википедия. Главное сейчас передать толчок, первый толчок, чтобы компас нежный начал вырастать. И дальше его будет уже не остановить. Продолжение следует...